Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный пряный соус ткемали из желтой олочи на зиму. Такой соус идеально сочетается с любым мясом, птицей, рыбой, а также гарнирами из картофеля и макаронных изделий. Для приготовления нам понадобится олоча, вода, сахар, соль, хмели-сунели, мята, кориандр, базилир, красный острый перец, сушеный чеснок и свежий зеленый укроп. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом высыпаем промытую олочу в посуду, в которой будем варить. Лучше брать широкую какую-нибудь миску, чтобы хорошо испарялась жидкость. Вливаем воду и отправляем на огонь. Ждем, пока закипит. Время от времени перемешиваем, чтобы олоча не прилипла ко дну. Как только вода закипит, убавляем огонь до минимального. Засекаем время и варим минут 20-25 до мягкости олочи. Пока сливы варятся, нарезаем укроп. Стараемся измельчить его, как можно, на самые меленькие такие кусочки. Можно даже блендером измельчить. Можно мелко-мелко порубить ножиком. Прошло 20 минут с момента закипания олочи. Олоча хорошо пустила сок, стала мягкой. Теперь будем удалять косточки. Берем какую-нибудь миску и ситечко. Насыпаем туда немного олочи. И хорошо все это протираем. Можно протирать толокушкой. Можно ложкой. Как вам удобнее будет. Набираем прямо с жидкостью и в сито. И протираем. Олоча мягкая, протирается хорошо. Должны остаться только косточки и немного шкурки. Вот такое пюре получается. Так я буду сейчас протирать, пока не закончится вся олоча. Олоча у меня настолько хорошо сварилась, что даже шкурки протерлись. Остались практически одни косточки. Вот такое пюре получилось. Теперь переливаем пюре обратно в миску, которую будем варить. Высыпаем в миску измельченный укроп. Соль. Сахар. Хмели-сунели. Мяту. Кориандр. Сухой чеснок. Базилик. Красный острый перец. И хорошо все перемешиваем. Затем отправляем соус на огонь. На умеренном огне доводим соус до кипения. Не забываем помешивать. А затем убавляем огонь до минимального. И кипятим ровно 10 минут. Периодически соус надо мешать, чтобы он не подгорел. Прошло 10 минут. Соус сварился. Загустел уже, насколько можно. Когда остынет, он станет еще более густым. Ну и сейчас уже довольно тоже густоватый. Выключаем огонь. И будем разливать по баночкам. Баночки заранее простерилизовала в духовке. При 100 градусах, буквально 7-8 минут, пока высохли они. И теперь набираем и выливаем. Я наливаю через леечку, чтобы не разливать. Разливаем сразу в горячем виде, пока соус горячий. Из килограмма алычи получилось пол-литра соуса. Накрываем крышкой. И закручиваем до упора. Закрученную баночку переворачиваем вверх дном. Чтобы посмотреть, не подтекает ли крышка. И оставляем в таком состоянии до полного остывания соуса. Накрывать ничем не надо. Вот и всё. Очень вкусный пряный соус ткемали из алычи готов. Приятного аппетита! И пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» Субтитры сделал DimaTorzok